доброго всем времени состоялся еще один акт идентификации за что я благодарю подписчика владимира дмитриева который подсказал что это клеймо не луганского патронного завода как я предполагал на самом деле это буква все-таки в латинской означает она восток гильзы с таким клеймом патроны с таким клеймением делает или делал климовские специализированный патронный завод ксп в за что большая благодарность всегда радуюсь когда подсказывают подписчики вот знающие люди всегда приятно общаться вот ну и покажу теперь как вы помните в видео про этот про 22 long я рассказывал о бразильской фирме которую на munition на сайте идентифицировали вот такое клеймо как бразильская ну кое-что нашел я все-таки сейчас покажу нашел вот здесь вот но здесь клейма идут к 22 short как вы понимаете на munition и здесь таки есть клеймо восток видите и при этом рядом же компания бразильера де картуха смог тех ребера ты короче не умею на и и их ним читать в общем читайте сами а здесь вот действительно восток труту ссср в общем то есть они здесь про климов как бы не знают ну или не указали в данном месте и вот я увеличил и оказывается есть такие разницы между этими клеймами вот смотрите вот бразильская клеймо а вот клеймо восток климовская между ними явно есть разница ощутимая то есть теперь если вам попадется будете знать кто бразилец кто климовец и еще рядом же здесь вот такое интересное клеймо которое они сами не идентифицировали просто вот хосе лопес прислал им фотографию очень похожая на на клеймо восток только закрашенная черным лаком ну хотя определенное различие все-таки есть сейчас покажу но смысл буквы такой же палочки вот такие четкие ровная здесь ведь они такие как бы со скругленными краями засечки на букве это бразильская а вот это то что не дни ты не идентифицировали давайте посмотрим как бы их вместе свести я не знаю покажу по очереди да елки-палки вот климовское клеймо а вот это какое-то неизвестно но такие имеются характерные черты вот тут вот этот изгибчик я увидел похож вот он здесь тоже есть присутствует в таком явном не явном виде ну ну и различие есть возможно это просто кто-то закрасила возможно как это кстати опять же таки подскажите если кто-то знает потому что мы не съем не знает ведь вот тут у вот но еще кое-что заодно в этом видео не хочу отдельно видео делать поэтому еще кое-что покажу покажу следующее меня всегда интересовал как бы вопрос не то чтоб прям я ходил там и ночью не спал но давненько у меня все никак я к нему руки не доходили 545 и 5 и 6 один ли это калибр просто по-другому называется или это разные калибр и как это вообще друг с другом коррелирует вот и провел следующий эксперимент так как сюда но пуля не войдет и это понятно почему потому что как мы помнят здесь поршневая посадка то есть дульце внутренний диаметр дульца меньше диаметра пуля скажем так внутренний диаметр поэтому я взял 22 мр вот у него пуля не поршневой посадки при том же калибре соответственно попробовал напомню вот она и сейчас это тоже продемонстрирую почему я и захотел как бы так по этому поводу показать вам потому что вот две пули от руслана мусина спасибо ему большое на момент снятия видео по конкретно этим боеприпасами по 22 мр по 22 лон у меня их не было теперь они вот у меня есть значит 22 лр цельно свинцовая и вот 22 мр в покрытии луболой ну это как видим не оболочка это покрытие все таки эти внутри в отверстие тоже она есть что при оболочке ну в общем-то нелогично вот покрыта она целиком в круговую я так подозреваю каким-то химическим методом за границей это называется люболой ну или луболой не знаю как правильно читается но смысл в том что люб смазка элой сплав в общем смазывающий сплав вот и покажу на примере что они совпадают в них диаметр пули это понятно я показывал в обновках но тем не менее покажу еще раз вот она входит достаточно ну входит она свободно но вот как был об этот поясок фиксируется немножко раз и все это настоит не проваливается все хорошо то есть и сразу же 22 лр все даже сюда же в это же нильзу ох как это не просто делать одной рукой сделать придется за кадром при помощи мизинца второй руки вот она входит на ощупь ну входит ведь вот и то же самое стопориться причем не каблуком входит а именно своей ведущей части вот эти раз вот она села то есть калибр у них ну не приходится сомневаться скажем так и соответственно решил вот использую пулю в данном случае 7н22 до я очень горжусь тем что у меня есть это пуля дело в том что в наших краях она все-таки уже после развала союза была создана и поэтому в наших краях это крайне редкое явление я в общем то не встречал ни разу вот и используем от и и то же самое смотрите то есть калибру она буквально упирается в лак хотя есть конечно какое-то колебание то есть может быть может быть даже разница есть спросите почему штангелем не померял на самом деле штангелем померял вот но хотел показать что как бы разница настолько мала что я даже не знаю по взаимозаменяемости этаж и к относится и к двести двадцать третьему то есть 556 то есть это что же самый калибр здесь вообще четко но тоже колебания есть то есть она держится на лаке а такая пуля свободно проходит сейчас покажу без лака а вот у меня есть без лака кстати 7n6 то за которую там столько ну тут не то что его вообще не было но он просто в таком состоянии вот она мне попалась почти стер там этим лаком вот та самая со смещенным центром тяжести которая столько у нас много интересных много интересного общения произошло комментариях вот вот она смотрите раз и спокойненько туда провалится я ну и отсюда как бы вывод не то что там этот вопрос я знал что есть эта разница небольшая но о чем я хотел даже уж такое куда-то он там вглубь вглубь провалился и вынимается очень легко понятно дело но почему-то сам не вытручивается видать там внизу где толщина гильзы как-то другая да он упирается где-то аж в глубине но он не упирается даже он все равно свободно ходит вот и разница это на самом деле возможно нужно только для того как вот в китае они выбрали другой калибр чтобы враг не мог использовать хотя бы даже пули в своем оружии вот я думаю может быть связи с этим может быть связи с тем что у нас оболочки стальные а значит они будут обеспечивать обтюрацию то есть непрорыва газов достаточной степени уже при таком калибре вот то есть версии основных у меня как бы 2 вот но что еще раз хотел как бы сказать это поблагодарить и подписчика владимира дмитриева и других подписчиков которые ну как бы помогают подсказывают большое вам спасибо всегда рад услышать толковую информацию если сам знаю тоже как бы делюсь всегда не жадничаю вот на этом всем спасибо тем кто помогает да и просто тем кто интересуется тематикой за то что интересуетесь за то что общаетесь вот и всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности